Доброе утро, дорогие братья и сестры! Не знаю, что вчера было, но у меня не загружалось видео. Вот, поэтому приношу извинения, я его выложил только вчера вечером, когда добрался до нормального интернета. Вот. Сегодня попробуем сделать то же самое, потому что всегда срабатывало вчера, почему-то нет. Пока думаю, что это какая-то ерунда техническая. Ладно, сегодня у нас с вами 1 Петра, 4 глава, и с 12 стиха, 12-13 стихи. Возлюблены огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы его, возрадуйтесь и восторжествуете. Тема страданий неоднократно поднималась уже. И в этом послании, и в других местах Писания, тем более. Самое главное нужно понимать, что страдания, ну их вот такая вот существенная часть, не возникает для нас спонтанно. Ну и вообще, в принципе, не возникает для нас страдания спонтанно. То есть, конечно же, все, ну мы видим, что события происходят, и бывает что-то случается, что-то не случается. Вот, как будто бы, как будто бы они имеют вид для нас действительно возникающих спонтанно. То есть, ну просто такая вот случайность, ну вот такая жизнь и все, да. Да, вы какие-то, цепь каких-то нелепых случайностей, событий приводит к нашему страданию. Ну или не страданию. То есть, если говорить о чем-то таком. Заболел, что-нибудь сломал, сломалось, вот и так далее. Но на самом деле Иисус говорит, что у вас с головы и волос не упадет без воли Отца Небесного. Из этого, ну и из многих других стихов мы делаем вывод, что страдания действительно у нас очень подконтрольны и очень дозированы для нас. То есть, история с Иовом тому пример, вот что Господь разрешил сделать с Иовом в той мере, в какой он разрешил, вот то и пришло в жизнь Иова. Не будем сейчас опускаться в размышления, почему это произошло именно с Иовом и так далее. Это такой очень тупиковый, мне кажется, путь рассуждений. Но давайте к нашему Петру, многоуважаемому, вернемся. Он говорит, возлюбленный, огненное искушение для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь. Вот здесь он ясно обозначает цель, испытание. Огненное искушение посылается для испытания. Ну и, конечно же, очевидно, что это имеется в виду испытание веры. Потому что, ну, а что еще испытывать, если в целом книга Библия, книга духовная, книга о, ну, в общем-то, о взаимоотношениях с Господом, что и есть вера. Поэтому, очевидно, что и испытание Бог посылает для испытания. Испытание для испытания. Для искушения посылаемого для испытания. Не чуждайтесь. Вот, конечно же, первая реакция нормальная, естественная для человека – удалить раздражитель. То есть удалить то, что мешает. Удалить то, что приносит боль, страдания. Ну, вот, штука такая в том заключается, что страдания часто не удаляются так легко. Это от сковородки можно рукодернуть быстро. Вот, это сломавшуюся табуретку можно заменить быстро. Ну, отремонтировать или в целом выкинуть и новую купить. Вот, или просто ничего не покупать. Было у вас пять табурет, тогда стало четыре. Ну, и ладно. А вот состраданиями, которые действительно, вот, описываются словом «огненное искушение», ну, вот почему-то так не получается быстро разобраться с вопросом. И оно, как бы, и понятно, потому что оно же должно, ну, какой-то период времени пройти. Вот, и когда не получается разобраться быстро с раздражителем, тогда человек все равно, мы с вами как-то вот не принимаем внутренне, не принимаем, не соглашаемся с этим, с происходящим, желая быстрее избавиться от него все равно, и начинаем молиться, «Господи, избавь меня от этого, там, пятого, десятого». Оно тоже понятно. По-божьему, в Божьих глазах это тоже понятно. Когда больно, хочется, чтобы боли не было. Вот, но я думаю, что Петр хочет привнести вот в эту вот тему такую мысль, что важно в страданиях не только просить о том, чтобы они ушли, да, но и просить Бога дать понимание, почему это происходит, что Бог хочет произвести, какую работу, какое действие хочет произвести, на что Он хочет показать, может быть, что высветить внутри нас. И, на самом деле, если мы начинаем задумываться об этом, это становится очевидным, потому что, ну, чем наполнено сердце человека, то из него и исходит в моменты испытания. И нам важно просто обратить на это внимание и согласиться с этим, признать, что да, вот у меня есть эта проблема. То есть, вот наступило испытание, и из меня полезло что? О, полезло там, может быть, нехорошие слова, да, может быть, какое-то недовольство Богом. Полезло сразу же недовольство людьми. Ну, там много вариантов, может быть, естественно, чего из нас может полезть. Но это, на самом деле, понять-то несложно. Сложно принять. Вот. И здесь написано, что, ну да, не думайте, что это странное приключение. Что-то такое, что для вас, ну вот, мы призваны для счастья, вернее, созданы для счастья, для всего радостного. А тут какое-то испытание, да, непонятно, странное испытание. Я не достоин этого, я не должен так жить. Вот такая мысль у человека становится доминирующей, давлеющей. Вот. И поэтому человек всячески вот не слушает ничего, всячески хочет избавиться от этого быстро. Но Господь нас, повторюсь, призывает вот к этому размышлению также. К размышлению, к попыткам, не попыткам, ну да, попыткам, результативным попыткам. И понять, что происходит и зачем это, что Бог хочет совершить. Понятное дело, что Бог хочет одним действием, как правило, совершить много всего. Но важно просить Бога, чтобы Он открыл нам просто, что Он хочет сделать с нами в этот момент, настолько, насколько мы можем понять в этой ситуации. Вот. Интересно, что однажды, действительно такое есть соображение, однажды Петр просил Христа, чтобы тот не шел на крест. Чтобы он, как он даже выразился, это в Евангелиях написано, чтобы Иисус был милостив к себе и не шел на крест. На что ему Иисус, конечно же, сказал, что, ну, отойди от меня, сатана. Вот. То есть, он достаточно, осадил его достаточно резко. Вот. Но, то есть, тогда Петр не понимал, как вообще Господь, действительно, вот такой чудесный Бог, чудесный Господь, чудесный Учитель, может пойти на крест добровольно, на страдания. Сейчас, я думаю, что он, вот, во время написания этого послания, я думаю, что он удивился, как Иисус мог бы не пойти туда на крест. Потому что сейчас ему все понятно. Сейчас ему понятно, для чего это было совершено, и что по-другому было вообще никак нельзя. Я думаю, вот такая же схема должна, ну, и, я думаю, срабатывает у нас в жизни. То есть, когда мы проходим через всякие неприятности, ну, вот такого характера, которые связаны вот дальше. То есть, конечно же, речь идет не о любых страданиях, но речь идет о христовых страданиях. То есть, когда мы страдаем за Христа. Ну, так вот, когда мы проходим через них, то уже становится понятным, почему мы это прошли, почему нам это было нужно. И все-таки человек, который ходит пред Богом, который желает дружить с Богом, иметь вот эти тесные отношения, конечно же, он уже начинает понимать и прославлять Бога за эти испытания. Прославлять, потому что он понимает, что, ну, мы с вами, надеюсь, понимаем, что действительно это благо для нас. Вот так вот было увидеть что-то нехорошее в себе, исправить какие-то свои пути, вот, пусть и таким вот болезненным способом, для нас все равно благо. Вот, поэтому это испытание не приключение странное, но необходимая, неотъемлемая часть жизни. И да, наше неприятие этого происходит из мысли о том, что мы достойны другого. Да, конечно же, мы достойны другого. Вот, Иисус говорит, что возмездие за грех – это смерть. Вот, а если Христос нас спас и приготовил для нас небеса, то да, в этой связи действительно мы наследуем небесную радость, небесное счастье, если так можно выразиться. Но это будет там. Это там страдания, ну, уйдут, их не будет. И не то, что это будет приключение странное, их вообще не будет. Но пока мы здесь, пока мы ходим по этой земле, будет случаться что-то. И, ну, разного вида страдания. Понятно, что у каждого свое. Вот, но здесь написано, что как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы его возрадуйтесь и восторжествуйте. То есть мы видим, что Бог дает, может дать, если мы способны принять, да, Бог дает этой радости, дает, то есть сил преодолеть, вот, все различные страдания. Вот, то есть мы в этой жизни уже имеем такой вот, можем иметь доступ вот к этой небесной силе, естественно. И тем более возрадуемся на небесах, потому что тогда вообще все закончится. Я имею в виду все плохое, все вот это вот неудобное, неправильное, кривое. В том числе и наше с вами плоть. Вот, тогда все закончится, все будет новенькое, хорошее, классное, прекрасное. И мы возрадуемся и восторжествуем в явлении славы его. Ну, а пока, пока вот у нас такая тема. Вот. Что еще можно добавить? Ну, пожалуй, все. То есть призыв первый в том, чтобы страдания принять и размышлять, следовать за Господом. В них, то есть спрашивать Господа, не пытаться избавиться быстрее и быстрее. Потому что все равно все, ну, обязательно пройдет то время, которое Господь определил для этого момента. Это первое. То есть важно в этот момент размышлять о Господе, хотя я вот сам по себе знаю. Когда страдания приходят, ну, конечно, направить свой разум и сердце на размышления, такое адекватное, очень сложно. Потому что эмоции, бывает, конечно, кроют вообще очень сильно. Но, как говорится, все равно наставление такое назидание звучит для нас. Первое. Размышлять о Господе. Спрашивать Его, вот, искать Его лица в страданиях. И второе, это то, что, ну, как поддержка, это то, что на самом деле мы имеем силы для того, чтобы все преодолеть и в этих страданиях даже врадоваться. Отец наш Небесный, научи нас, пожалуйста, так проходить испытания, страдания, Господь. Не чуждаться их, но слава Твое Святое Имя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.